МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У палочного сагипс в Беларуси растет число гололедных травм. Обращаются порядка 10-15 человек. Как не угодить в травмпункт? Валютчики уже не те. Несовершеннолетний житель Гнуско намайнил на штраф. Составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Сколько успел заработать? Ты легальный, Дед Мороз? Инспекция МНС напоминает, прежде чем подзаработать на новогодних праздниках, нужно уплатить налог. Физическое лицо должно осуществлять эту деятельность самостоятельно. Какая ставка? А также реальные доходы, новые госстандарты и контейнерные поезда. ДОЖД готовится к переходу на зимний график движения. Куда поставляется товар? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. В Беларуси растет число гололедных травм. Среди наиболее частых – переломы лучевой кости, ключицы лодыжек. Максимальное количество обращений в травмпункты в столице. Медики фиксируют и случаи обморожения. Елизавета Липеева знает, как перезимовать без происшествий. В Бобруйске за несколько дней выпала декадная норма осадков. Толщина белого покрывала – 14 сантиметров. Снегопады отступают. Все силы направлены на борьбу с последствиями циклонов. Коммунальные службы в режиме нон-стоп бросают вызов стихии. Безопасность людей – задача номер один. Ежедневно убирается дворовая территория, очищаются от снега, подходы к подъездам, пешеходные дорожки, посыпаются песчаной соляной смесью. Хватает техники, хватает дворников, которые проводят эту работу. Тем не менее, опасность подстерегает буквально на каждом углу. Количество обращений к медикам растет вместе с минусом на термометре. Уже свыше двух тысяч по всей стране. В травмпункты поступают с переломами лучевых костей, лодыжек, ребер. Частые случаи – растяжение связок, ушибы. В среднем в день госпитализируется 3-5 человек с этими травмами, а обращаются порядка 10-15 человек. Учитывая, что у нас еще есть и первый травмпункт при больнице имени Марзона. Там тоже такое же количество. В гололед передвигаться стоит с особой осторожностью. Предпочтение нужно отдавать удобной обуви. Чтобы избежать падения, врачи рекомендуют носить сапоги на шипованной подошве из плотной резины. Прежде чем отправиться на прогулку, важно уделить время подготовке. Прогнозируйте, сколько вы будете проводить на улице. Если будете долго, то желательно покушать хорошо, плотно, может быть, жирной какой-то пищи, попить чай и после этого выходить. Если вы на улице оказались и чувствуете, что вы подмерзаете, то лучше зайдите куда-нибудь в помещение. Это может быть магазин, кафе, где можно выпить горячего чая или кофе, согреться и потом выйти. Чтобы избежать обморожения, необходимо выбирать свободную одежду из натуральных тканей. Варежки, шарф и шапка должны стать главными атрибутами зимнего лука. А вот от металлических украшений в сильный мороз лучше отказаться. Пока родителей не было дома, 17-летний житель Глузка занимался незаконным оборотом криптовалюты. Учащийся колледжа на протяжении года оказывал услуги третьим лицам по приобретению биткоинов на специализированных биржах. Прибыль превысила 86 тысяч рублей. Составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Санкции статьи предусмотрен крупный штраф и обращение в доход государства всей прошедшей через криптокошелек суммы. В Беларуси, напомним, запрещена предпринимательская деятельность по обороту криптовалюты для физлиц. Легче предупредить, чем лечить. В стране продолжается вакцинация против гриппа. Вместе с холодами пришла и угроза вирусов. Медики уже отмечают подъем заболеваемости ОРИ. По прогнозам, пик придется на январь-февраль. Серьезный удар по здоровью может нанести и грипп. Ежегодная иммунизация – самый глобальный и эффективный способ борьбы с инфекциями. Пациентам предлагают три препарата российского, французского и швейцарского производства. Учитывая предыдущий сезон ОРИ, в нынешнем сезоне ожидается одновременная циркуляция двух вирусов – вируса гриппа и коронавирусной инфекции. Оба этих вируса опасны для человека, но наиболее уязвимые – это дети, беременные женщины, люди в возрасте, имеющие ряд хронических заболеваний. Можно сделать две прививки одновременно. Иммунитет формируется спустя три недели и сохраняется в течение года. Всего охватить планируют порядка 40% жителей Могилевской области. Пройти вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства. Накопительная пенсия, мультиязычный бот и удобная логистика. Госпогранкомитет запустил телеграм-бот для туристов. В чем преимущество? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Реальные зарплаты в Беларуси за 30 лет выросли почти в 7 раз. Для сравнения, средняя ЗП в 95-м была 65,5 долларов. По итогам 2022-го превышала в эквиваленте 618. За 10 месяцев этого года показатель в целом по экономике достиг 626. К слову, с 1 января в стране вырастет минимальная зарплата. 2024 объявлен годом качества. Уже в декабре будет введено почти 90 новых госстандартов. Они касаются электротехники и машиностроения, связи, легкой и химической промышленности, сельского хозяйства и продовольствия. Отдельные группы для изделий медицинского назначения. По программе 3 плюс 3 нового механизма накопления пенсии заключено более 19,5 тысяч договоров. Особенность в формировании будущих пособий с участием государства при содействии работодателя. Накопления могут быть от 1% до 10% от зарплаты сотрудника и равный процент, но не более 3% от работодателя. Госпогранкомитет запустил телеграм-бот для туристов. С его помощью можно узнать обстановку перед пунктами пропуска, выстроить подходящий маршрут с картами Google или Яндекс. Здесь же можно познакомиться с правилами пересечения границы и посещения приграничных территорий. БелЖД готовится к переходу на зимний график движения. В Минске ежесуточно будет курсировать свыше тысячи грузовых составов. Запланировано без малого 90 маршрутов контейнерных поездов в Россию, а также страны Азии и Китая. Появится возможность добраться из Минска до Минеральных вод и Нижнего Новгорода. В мобильное приложение ФСЗН добавлено больше функций. Доступна информация о профессиональном страховании. Речь о доп. выплатах. Это касается тех сотрудников, которые трудятся в особых условиях. Работодатели за них уплачивают специальные взносы. Узнать информацию о накоплении средств можно в один клик. Указанное приложение дополнено функциями для будущих мам, на котором имеется информация о видах пособия, на которые имеет право семья, воспитывающая детей. А также они могут узнать, где им получать эти пособия, какие документы для этого нужны и в какие сроки обращаться. Мобильное приложение ФСЗН запущено с начала года. Это отличная возможность контролировать своего нанимателя в части начисления и уплаты обязательных взносов. Плюс узнавать информацию о продолжительности страхового стажа. Налоги платят все, и Дед Мороз не исключение. Инспекция МНС напоминает, что необходимо сделать, прежде чем подзаработать на новогодних праздниках. Сказочным персонажам не нужно регистрироваться как индивидуальным предпринимателем. Достаточно уведомить соответствующие органы и оплатить сбор. Сумма, которую нужно внести, зависит от города. В Магирове ставка 478 рублей, в Бобруйске – 404. Уведомление указывается в виде деятельности, период осуществления деятельности и место, где будет осуществляться эта деятельность. Также необходимо знать, что физическое лицо должно осуществлять эту деятельность самостоятельно, без привлечения иных физических лиц. Нарушителям грозит штраф. За более подробную информацию можно обратиться в налоговую по месту жительства, либо в контакт-центр МНС по номеру 189. Сразу после нас сирена. Моя коллега Кристина Ариан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!